Ноги дальше. Все мышцы, которые идут к бедру, ну, мы их уже и так, и так, возможно, да, теперь смотрите, теперь перетягиваем ногу к противоположной подреберью, даже надреберью лучше, прям над ними, да, и с этой стороны растягиваются как раз душевидные мышцы, ее хорошо видно, да, вот отсюда ее можно промять. Приминаем, так, приминаем сильно кулаком, вот, ну, вот так вот идет, подогнали, да, кулаком, кулаком, проходим с этой стороны, вот тут мышцы, где крепится ягодичная, да, вот эти все мышцы проходим, локтем, ну, естественно, с маслом надо, вот это хорошо приминаем локтем, у кого она жесткая, можно прям простучать, пробить, и теперь ногу, разворачиваем под 120 градусов примерно угол в колене, да, ну, почти коленку на коленку кладем, здесь упираемся в голень, а здесь в подвздошную кость, и растягиваем по лицевому сторону, кость на себя, а голень в ту сторону. Практически ничего не видно, да, сейчас, ну, вот я со всей силой тянется, она хорошая, да. Тянется вот, чувствуешь, взяли, да? А сверху у тебя, да? Скорее, больше сверху. Ратянули сюда, теперь положили ногу, вот так. Можно у некоторых и на коленку положить, нет, на цветах не получится. Так же вот так, без подушки, это вот уже мануальный прием. Ну, давайте, полиску, она уже не нужна. В коленку упираемся, а здесь в противоположную подвздошную кость, вот так мягенько ее обнимаем, ладошку, да, чтобы ничего не передавить. И вот, и расшатываем. Расшатываем, мы качаем ее об стол и представляем для себя, чем мы качаем. Либо вокруг одного, вот это мы вот вставили, значит, либо вокруг вот этого гребня, либо вокруг крестца качаем. Если качаем вокруг гребня, вот, мы произведем манипуляцию, она будет воздействовать на бедро. Бедренный сустав. Да, бедренный сустав. А если вокруг крестца, ну, чуть-чуть туда вот завалили, да? Да, 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 извините, вот так нормально? Вот, так как раз крестцово-подвздошное сочленение. Так мы раскачиваем, вот так лодочку сделали, то есть вот сюда, сюда, потом одновременно, дошли до предела и... Ау! Вот, это бедро. Бедро, да? Вот здесь. А вот тут даже хрустное. Спереди даже хрустного. Вот, выпрямляй ногу. Не, не, вот это. Пришла в себя? Лучше было только с полотенцем. Вот, очень хорошо как раз расслабляется, ну, и вот эти вот мышцы передние. У нас, ну, тут такая немножко теория. Все мышцы, они не работают по отдельности, одна за какое-то движение не отвечает, они, как правило, вместе работают. То есть, если у нас бицепс сгибался только одной мышцей, да? Ну, в смысле, сгибался только за счет бицепса, он был, ну, раздут, они выходили, как вот эти накаченные на наборе, как качки. Эти мышцы помогают другие мышцы, синергисты, они с ними как бы в одном, в одном задействовании движения. А есть обязательно антагонисты мышцы, то есть против бицепса работает трицепс. Когда он сокращается, этот растягивается, и наоборот, да? Вот, и, соответственно, если одна мышца, ну, также у ягодичных мышц тоже есть антагонисты, если одна мышца какая-то где-то спазмирована, то, значит, другая, с обратной стороны, будет перенатянута. И то же самое касается позвоночника. Ну, и там всего остального. Вот нам говорят, что там болит, что-то не так, закачивая мышцы, да? Ну, это на самом деле немножко глупо, потому что нет ни одной мышцы, которая будет работать на растяжение. Ну, сами представьте, какие мышцы и так идут, да? То есть они стягивают, если мы их закачаем. Если вот так идут, они тоже стягивают. Если вот так идут, они тоже все стягивают, да? Нет в организме вообще ни одной мышцы, чтобы она что-то растягивала. Всегда перекаченная, значит, уплотненная мышца, она будет всегда сжиматься. Это имеется в виду только в том случае, если у нас работа идет с синергистами и антагонистами мышцами. То есть, либо так, либо так вот в позвоночнике, да? То есть, если мы качаем пресс, да, у человека выпрямляется задний лордоз. У него получается, здесь мышцы слабые. Поэтому нужно качать одновременно еще и спину с прессом. Вот эти мышцы, они как бы вот сюда не крепятся. Они вот так вот за ругой крепятся, и они поднимают поясную скуку сюда. И, ну, касательно всего остального. И также вот про вот эту поясничную поясничную мышцу, которую ты говоришь. Ну, или две поясничные вот так вот, ой, идет, да, вот отсюда. Внутри чашечки к тазу крепятся, да? А подвздошная идет вот сюда. Вот тут она крепится. К ноге. Она отвечает за привод. Ноги вот сюда. И отвод в противоположность тоже вот сюда. Вот. Ну, обычно, в обычной жизни таким движением никто не занимается. Никто же, ну, не двигает туда-сюда. Да, это только там либо болеть, либо на лошадь там запрыгивают люди, да? Обычной жизни практически не работает. И мы поэтому про них забываем. Поэтому, когда ягодица у нас перерастянута, например, опущенный таз, да? То, скорее всего, здесь эти мышцы будут укорочены. Поэтому мы до них сейчас будем добираться. Добираемся через живот. Ну, немножко скажу, что они идут. Лестненько вот так вот. Вот так вот, под углом. В принципе, если человек худой, то тут до позвоночника доставить, ну, сантиметр 10. Там не так-то уж и глубоко. И можно даже, да, есть такие манунащики, которые спереди в позвоночник упираются и вставляют его спереди через живот. Вот. Но мы так экстремально сейчас ничего не будем делать. Не волнуйся. Значит, над подвздошной косточкой. Ноги обе согнуты. Согнуты обе ноги. Вот. Примерно отступаем, там, сантиметр 2-3, да, чтобы не давить. Складочку такую делаем. И заходим. Давай немножко покажем. Вот здесь примерно поясничный позвонок начинается, первый, да. От него идут мышцы, соответственно, вот так. Вот мы их под этим углом, поперек этих мышц, да, входим. За животом надо работать мягко и осторожно, чтобы он не сопротивлялся. Во-первых, чтобы у него щекотки не было. Ничего не передавить в какой-нибудь угол внутренний. Нормально? Ну, вот так. Да? Покажи. Вот, что-то тут есть уплотнение. Там всегда видно, кишка. Мы его обходим вот так с этой стороны. Обходим кишку. Ну, кишка вот тут чуть-чуть пониже, мы как бы вот ее обошли. Сборку давай вот так вводим. Вот, я уже приближаюсь. Тут и тонкие кишечники, и почки натируют. Ого-го-го, да. Вот, это уже поясница, Катя, позвоночник. Уже почувствовал позвоночник, но вот чуть сбоку, чуть сбоку. Вот так раз, вот они мышцы. Теперь сама ничего не делаешь. Вот, подбираем ножку. И эти мышцы мы растягиваем. Очень спокойно. Тянем и играем всем в это положение, ими. В этом положении. Видел хилер какой-то или абсос на стопу. Я, кстати, дошел до позвоночника. Вот сейчас. О, вот он. Чувствуешь, да? А вот чуть сбоку, получается, вот эти мышцы. И вот мы, она ничего не делает, ничего не делает. Мы мягко вот так раз. В эту сторону играем, играем. Меняем угол. Пальцами меняем угол. Вот нашли. Быть нормально все. Яичник еще попался сейчас. Яичник попался. Берем его сейчас в сторону. Вот так. В эту сторону. Вверх-вниз. Таким образом мой абсос и пальцы, да. Сколько фолликулов яичника осталось. Разбегаем. Фолликулов. Я поликистов. Вот откуда андрогены прут. Штук 700, наверное. Вот это вот немножко стягивается. Вот тут чувствуешь? Вот тут есть. Крайне, крайне тянется. Но их... Они как струнки, получается, будут вот так вот играть под вами. И вы находитесь та, которая из них напряжена, да? И прямо ее вот так шик массируете. Да, потихонечку. Да, очень медленное движение. Далее... Чуть-чуть герсутная. Чего? Я там чуть-чуть герсутная. Это как скажешь. Поликистозная. По мужскому типу волосики растут. Герсутная поликистозная. Я такого не понял. Не разбирается. Да, волосики растут. Вот. С этой стороны, конечно, мы до этих мышц не достанем. Тем более тут лимфовые узлы всякие, да? Зато мы через паховую мышцу на них по воздействиям. Она бывает тоже достаточно воспалена. Не больно, да? Ее массируем так вот мягко. Мягко. И можно с вибрацией. Почувствовать что-то? Ну, нет, я так движу, нет. Чуть-чуть. Нам в лимфодренажном массаже показывали вот это вот движение. Вибрация лимфы сгоняли. А, снизу вверх. Вот так, да? Нет, сбоку. А, вот так. Отсюда, как вы делаете? Ну, я прям плотно в мышцу надавил ее. Ну, там другое движение. Нет, здесь не болит. А, ну, там вот такое движение, да. Здесь не болит, как ни странно. Теперь ее обходим. И вот тут маленькая мышца есть с этой стороны. Прям под ней. О, вот здесь. Здесь болит, да? Тоже ее не жмем сильно. Вот она прям под вот эту выступающую мышцу, да? Вот она вот тут маленькая такая. Болит, да? Вот ее она так чуть-чуть. Это что мы сейчас делаем? Расслабляем ее временем. Это мышцы антагониста ягодичной мышцы. С этой стороны их тоже не надо забывать. Вот с таким легким движением своим корпусом. Чуть-чуть сюда задаем движение. Мягенькая, мягенькая. Ну, есть еще запирательная мышца. Можно еще ее. Она прямо вот седаешь на кость. Прямо с этой стороны находится вот тут. Там почти точка ржи пошла. Почти, да. Больно, да, было? Сейчас проходит. А, щекотно? Да, прям, ну, она прям и вот тут тоже, с этой стороны. Щекотно, да? Щекотно, да? То есть, вот сюда кость под ней и над ней получается. Это вот отверстие, да, круглое? Вот близко к этому отверстию, да, получается. Вот. Ну, к сожалению, близко к лагалищу. И заодно мышцы лагалища тоже расслабляются внутри. Получается, это ноль. Ну, да, вот рядом с этим отверстием получается. Сюда и сюда. А все со стороны. Ну, вот, расслабили их, потом положили вот так вот ножку. И. Ну, уже видишь, какой стол какой был. А теперь проверим вот сюда. Ну, все равно тянется, да? Ну, уже легче, да, ложится-то? Да, ну, вот здесь тянется, где плестец. А, это уже плестец. Это вчера мы там натерли. Нет, ну, внутри. Ну, на этом сет номер три закончен. Повторите.